САС САС Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил свою мирную миссию на саммите НАТО в США. Орбан побывал в Киеве, Москве и Пекине. Пришел к выводу, что Китай и Москва рассчитывают на мирные переговоры по Украине до конца 2024 года. На саммите НАТО Орбан также обсудил их с турецким лидером. По словам Орбана, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии. И поэтому всегда на стороне мира и никогда на стороне войны. Поездка в Китай стала третьим эпизодом мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщил, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом. 5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. Председатель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией свою поездку в Россию. Его визит в Москву подрывает единство Евросоюза. Сразу скажу, что при взгляде на итоги нескольких важнейших избирательных кампаний в Европе вспомнилась циничная фраза никарагуанского диктатора Анастасио Самосе «Вы выиграли выборы, а я подсчет голосов». О том, как всяческими манипуляциями глобалистский эстеблишмент не дает оппозиции прийти к власти в западных странах и почему это не спасает систему от движения к раху, нападет речь в сегодняшней программе. Рада приветствовать в нашей студии Андрей Петрович Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать Андрея Викторовича Манойла, доктора политических наук, профессора МГУ имени Ломоносова. Приветствую вас в нашей студии, в нашей программе. По традиции начинаем нашу программу с блиц-вопроса. Андрей Петрович, выборы в западных странах для нас что-то принципиально меняют? Ну давайте сразу скажем, ничего принципиально меняться не будет. Но нужно сказать, что 2024 год, он вообще по своей сути так изобилует буквально вот этими выборами. Причем не только в европейской части, но и по всему миру. Уже сегодня, если вот так вот посмотреть и выразиться военным языком, такое ощущение, что происходит глобальная политическая перегруппировка сил. Перед предстоящими какими-то серьезнейшими событиями, которые происходят сегодня в мире. Здесь уже очевидно, что именно глобализм столкнулся о сопротивлении именно национальных элит. И уже сегодня, на мой взгляд, становится, ну по-моему, понятно всем. И Востоку, и глобальному югу, что Запад априори уже не является тем, не занимая те лидирующие положения, которыми он занимал совсем недавно. Ну, насколько это понятно Западу, сказать достаточно сложно. Но сегодня эти противоречия, которыми она столкнулась внутри именно своих государств, о чем свидетельствуют все эти выборы, говорит лишь о том, что сегодня именно вот позиция Запада, она напоминает, как правильно вы говорили, про Самосу, о том, что он напоминает сегодня именно клуб шулеров и шарлатанов. То, что сегодня на фоне всех происходящих событий проблемным именно является Запад, который не дает, по сути своей, развиваться именно этим всем системам. Да, Андрей Викторович, предлагаю вам ответить на блиц вопрос. И как вы считаете, дело глобалистов умирает? Ну, дело глобалистов умрет только тогда, когда умрет последние глобалисты. В этом отношении не время расслабляться. Что касается той же Франции, то здесь у них явное оппозиционное поражение. Вот это мы видим. Но, собственно говоря, схватка между глобалистами и антиглобалистами, она этим не исчерпывается. Давайте сразу же для наглядности выведем на экран итоги выборов во Франции. Распределение мест в новом составе национального собрания. Новый народный фронт 178 депутатов вместе 156. Национальное объединение 142 депутата, республиканцы 66, левые 35 депутатов. Но, к сожалению, для нас, для людей, симпатизирующих той же политической партии госпожи Липен, итоги неутешительные. И здесь можно сказать, что да, вот сработал определенный сговор французских элит. Желание вытеснить госпожу Липен, ее правую политическую силу. Но, мне кажется, здесь уместно сказать, что Макрон сам себя переиграл. Господин Миланшон не лучший вариант, который в итоге получили. Абсолютно точно. Я полностью с вами согласен. Макрон сам себя переиграл. Потому что сама по себе игра у него была какая. Увидев, что его влияние падает, а индикатором этого были как раз выборы в Европарламент, он решил, что надо, не дожидаясь того момента, когда наступит крах, объявить вот эти вот выборы в парламент, влить большое количество денег, воспользоваться теми расколами и трениями, которые существовали на тот момент, на момент выборов между ключевыми силами, и усилить свои позиции. Усилить позиции ему не удалось, потому что он как раз оказался в жерновах между Миланшоном и Липен. И надо сказать, что то количество мандатов, которые получила и Марин Липен, и Миланшон, ну, Липен вот совсем немножко не дотянуло до того числа мандатов, которые получил Макрон при этом. А Миланшон чуть-чуть превысил. То есть в этом отношении отставание Липен, оно отнюдь не катастрофическое. Обратите внимание, как провалилась вниз партия республиканцы. А это ключевая партия, потому что это голисты. Это вот наследники как раз Деголя и той линии, которую он проводил. И в этом отношении для Макрона, конечно, была очень неприятная неожиданность. А самое главное, что вверх вырвался Жан Миланшон, прозванный за свою решительность Люком, который как раз является, в отличие от Макрона, тяжеловесом в политике. Это такой ледокол. И Макрон-то в свое время победил совершенно случайно, потому что он проскочил в щель между Миланшоном. И Саркази, и республиканцами пока не выясняли отношения между собой и не обратили внимания на вот этого молодого мальчика. Сейчас не получится. Склоки между партией Эрика Зимура и Марин Липен снова-таки не дали им возможности стать лидирующей политической силы. Могли бы говорить об определенном объединении, но история слишком сложная, и разбираться в ней скорее мы сегодня не будем. А вот обратим внимание на нашу рубрику «Портреты». Жан-Люк Миланшон. Французский государственный и политический деятель, журналист. В 2012 и 2017 годах выдвигался на пост президента Франции. Создал левое политическое движение «Непокоренная Франция». Возглавил новый народный фронт. На выборах в НАЦСобрание в июне 2022 года партия Миланшона заняла второе место в результате аналогичного голосования в текущем году первое. Сам чиновник выступает против Макрона и его политики по Украине, требуя заключить компромиссный мир между Украиной и Россией. Также высказывался против отправки французских войск на Украину. Да, Андрей Петрович, вот важно здесь отметить, что в какой-то момент для обеспечения себе более высокого результата Марин Липен заняла немножко такую вот нейтральную позицию, не совсем дружественную по отношению к Российской Федерации, то есть решила сыграть в, ну вот сложно сказать, в мейнстримного политика, назовем это так. Но вот господин Миланшон отличился своей достаточно крепкой позицией в отношении налаживания диалога с Украиной и Российской Федерацией. То есть Франция Макрона – это достаточно агрессивная Франция, но определенные политические перемены могли бы привести к смягчению риторики. Ну давайте начнем с того, что позиция Марин Липен гораздо сильнее, чем позиция Жан-Люк Миланшона, потому что левые, которые сформировались в последний момент, они буквально наспех сколочены. И коммунисты, и социалисты, и неприсоединившиеся, в общем, все буквально находятся в этой партии. Сам Жан-Люк Миланшон со своей партией «Покоренная Франция» взял, по-моему, 70 с хвостиком всего лишь голосов. А в основе своей, я думаю, все шансы у Макрона есть перетащить часть на свою центристскую сторону. Потому что в любой партии абсолютно есть свои центристы. Но их нет у Мари Липен. Потому что Мари Липен наиболее представляет сегодня действительно монолитную структуру, способную за что-то бороться. Сказать о том, что Мари Липен проиграла выборы, ну давайте скажем честно, она очень серьезно за последнее время действительно приподняла свою партию, которая досталась от своего отца. И то, что, во-первых, выиграны, конечно, парламентские выборы в европейский парламент. То, что на сегодняшний день, да, мы, безусловно, после первого тура выборов ждали чего-то такого особенного. Ну, политика есть политика. И я думаю, что сам Макрон очень четко просчитал, каким образом это сделать. И вот эта вот договоренность между левыми и центристами как раз позволила немножечко отодвинуть правых в сторону. То, что касается самой Липен, да, ей там в укор всегда стали, что она когда-то взяла кредиты у Путина, еще что-то. Понятно, что и политически нужно было эти вопросы решать. Сегодня не в тренде в Европе помощь России. Или сегодня в тренде это, прежде всего, вопросы, связанные со стратегическим положением России. И вот как раз Миланшон выглядит особенно в стороне, в этих вопросах. Он выглядит несколько обособленно. То, что он один из немногих вот этих партийных деятелей, которые есть, говорит именно о мире. Было бы неразумно говорить о Франции без подключения к нашей дискуссии французского политика. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется депутат Европейского парламента, РВ Жован. Мистер Жован, я очень рада видеть вас на нашей телепрограмме. Большое спасибо. Мистер Жован, со стороны результат французских выборов выглядит как результат странных манипуляций. Элиты сговорились, чтобы не допустить самую популярную оппозиционную партию в парламент. Какова же реакция французского общества? Представители эстеблишмента понимают, что подобная манипуляция могут подорвать само доверие к демократии. Не знаю, можно ли говорить о манипуляции. Основная черта политики во Франции в том, что самая главная партия не имеет права принимать в политическом процессе. Их отстраняют от политического процесса. И в будущем это неправильный путь. Одна из наиболее демократичных партий, партия, которая никогда не призывала к насилию, результаты избирательного процесса оказались невыгодными для этой партии. Ее не допустили к политическим дебатам во Франции. Для меня удивительно то, что фактически люди проголосовали против одной трети населения Франции. И это неверный подход для будущего. Господин Живан, вы знаете Марин Лепан лично. Думаете ли вы, что такие грязные методы, которые снова и снова используются против нее, все же не могут убить ее мечту стать президентом в 27-м году? Достаточно ли она упорно и последовательно, чтобы продолжать борьбу? Есть два ключевых вопроса в вопросах президентской гонки 27-го года. Нужно дать возможность голосовать каждому гражданину Франции. На настоящий момент более половины населений не представлены на политической арене. Второй момент. Нам нужно дать право выбора французским гражданам. На настоящий момент большая часть французских граждан не имеют возможности надеяться на хорошее будущее из-за небезопасности, из-за безработицы, массовой миграции и других проблем. Мы должны дать им надежду и выбор в пользу лучшего будущего. Мы должны превратить Францию в сторонника мира. Конечно же, мы имеем серьезные союзнические отношения с европейскими странами и США. Но Франция исторически была страной, сохранявшей нейтралитет, и нам нужно вернуться к этому моменту для того, чтобы повысить нашу важность на международной арене. И для меня я мечтаю, что мы сможем открыто вести дискуссии, переговоры с БРИКС, с Шанхасской организацией сотрудничества. Нам нужно сделать шаг к новому миру. Господин Живан, последний вопрос. Марин Лепен, стремясь попасть в правительство, серьезно изменила свою позицию по российскому вопросу. Ее партия сейчас даже не возражает против поставок вооружений в Украину. Но, тем не менее, элиты не допустили национальное объединение к власти. Не думаете ли вы, что Лепен и ее коллеги сейчас жалеют об этих уступках глобалистам? Или же, что она продолжит дистанцироваться от Москвы? Конечно, сейчас мы наблюдаем конец глобализации, как мы ее знаем. Мы не можем дальше идти по пути вестернизации мира. Мне не нравится вестернизация. И на настоящий момент на карту поставлено благосостояние людей мира. Нам нужно достичь многостороннего мира. Мы должны поддерживать Марин Лепен в ближайшие годы, и она должна добиться нейтралитета французских дипломатов, чтобы Франция превратилась в миротворца, в страну, которая является сторонником мира и, конечно же, в отношении российско-украинского конфликта. Нам нужно поддерживать разнообразие культуры цивилизации, и нам нужно поддерживать единую Евразию. И это очень важно. господин Живан, большое спасибо за ваше время, за ваши ответы и за вашу позицию. Большое вам спасибо, приятного вам дня, и надеюсь снова увидеть вас на нашей программе. Большое спасибо. Андрей Викторович, позиция французского политика, вот именно та, которую и ожидает Российская Федерация, Республика Беларусь, и, честно говоря, Украина в том числе, мы говорим об украинских гражданах, насколько вы считаете, есть предпосылки к тому, что в Европе забудут о том, что война это мир, и от этой оруэловской реальности перейдут к нашей современной, и задумываются о том, что ценность человеческой жизни и сфера интересов уже определены, и нужно это завершать и двигаться к диалогу и к поиску компромисса. Ну, насчет предпосылок сложно сейчас говорить, потому что этих предпосылок особо-то и нет. Хотя вот первые такие маячки проблесковые в плане усиления позиций Марин Лепен, в плане фактической победы Меланшона, мы как раз и видим. Мы видим, что силы которым не нравятся та роль, которую навязывает Франция и французскому народу Макрон, они усиливаются, и они постепенно перетягивают на себя основную массу французского электората. Поэтому, если эти силы будут действовать, ну, по крайней мере, не мешая друг другу, то вполне возможно, что это приведет к демонтажу вот того единственного конька, на который оседал Макрон, и на который он пытается въехать в историю. Это как раз военная линия. Потому что Франция в Евросоюзе не может конкурировать с Германией в плане экономики. Вот, она абсолютно ведомая в этом отношении страна. А в плане внешней политики тоже, кстати говоря, полная ориентация на Германию. И Макрон попытался как раз в военном плане на себя это лидерство перетянуть в то время, как военно-политические круги Германии более осторожно в этом плане. Поэтому заявление Макрона о том, что надо создавать европейскую армию, ядром которой будет как раз именно французский контингент, от этих заявлений до последних заявлений по Украине о том, что туда будут отправляться военнослужащие иностранного легиона, это как раз вот эта самая линия. Вот эту линию вполне Лепен и Меланшон могут выбить из-под Макрона и тогда король окажется голым, потому что больше у Макрона нет никаких козырей. Ну что ж, продолжим наше политическое путешествие и перенесемся из Франции в Великобританию, потому как именно там прошли парламентские выборы. Давайте обратим внимание на их результаты. Ну что ж, лейбористы побеждают на выборах в Британии. Получили 412 депутатов, консервативная партия Тури, 121 депутат, либеральные демократы, 71 депутат. И что немаловажно отметить, получил и свою новую политическую площадку яркий лидер и инициатор Brexit Найджел Фараш. Я хотела бы напомнить, кто это, поэтому рубрика портреты Найджел Фараш. Найджел Фараш, британский политик, лидер и один из основателей правой партии реформировать Соединенное Королевство. Общественным давлением на правительство консерваторов добился проведения референдума по вопросу выхода Британии из ЕС. Экс-депутат Европарламента. Известен своими резкими и зачастую скандальными выступлениями там, критикующими евроинтеграцию. В июне 2024 года объявил о возвращении в политику, занял пост главы партии. По результатам голосования выиграл выборы в своем округе и стал членом британского парламента от Клактона. Андрей Викторович, лично знакома с господином Фаражем и в свое время поделилась в Фейсбуке фотографии совместной, которая была сделана еще в далеком 2019 году. Так вот, отмечу, что не так давно грантоед, проживающий в Вене с украинскими корнями, разместил эту фотографию в социальной сети Икс и написал, что скорее всего вот такая позиция, как он ее называет, пророссийской господина Фаража условлено знакомствами с Надеждой Сасси еще в далеком 2019-м. Вот видите, как это работает, машина пропаганды, то есть никаких доказательств нет, просто совместная фотография с политиком. Может быть, вы правда повлияли на формирование этого политика как личности. Без вас он бы не выбился бы на вершину Олимпа. Но шутки отбросим в сторону. И что важно, уничтожение Украины как государства стало еще ближе. Объясню почему. Потому как Британия дала разрешение Украине на нанесение ударов с помощью крылатых ракет Storm Shadow вглубь территории России. Вот на этой неделе сообщал Блумберг, ссылаясь на нового министра обороны Стармера. Андрей Петрович, заявление крайне резкое и как реагируется на ваш взгляд? Вопрос именно о том, что мне кажется британцы устали от такой активной внешней политики именно консерваторов. И вопрос стоит именно сегодня о том, что лейбористы и именно сам Кир Стармер, он как раз и победа этой лейбористской партии, она основывалась именно на том, чтобы вернуть обратно в Британию и внутреннюю политику, чтобы в конечном итоге разрешить все то, что предлагали до сих пор те самые консерваторы. А вы же с чем приходили? Вы посмотрите, с тем о том, чтобы повысить ВВП, с тем, чтобы создать новые рабочие места, прекратить вот эту бессистемную миграционную политику, которая существляется. И масса-масса других вопросов. И по сути своей вот эта вот бесконечная смена, особенно премьер-министров Великобритании, давайте с ними вспомним, там и Ли Страйс, и Борис Джонсон, Риша Сунак, то есть они там менялись как перчатки по сути своей. И обещали они каждый раз буквально британцам о том, что они решат эти проблемы. По-моему, Риша Сунак вообще предлагал то, что ВВП увеличат там в два раза. Буквально за самое короткое время. Но ничего не произошло. И вот именно британцев заинтересовала вот эта проблема, каким образом вернуться назад во внутреннюю политику. Потому что их не столько волнует то, что происходит на Украине. Вообще, вот если честно сказать, Европа именно стала Украиноцентричной. И по сути своей, как эта самая Франция проворонила свою Францию, Африку, или продолжает его воронить. Те же самые, как события происходящие, и в Латинской Америке. Вспомните, где сейчас Венесуэла, Куба и так далее. То же самое и в Востоке это происходит. По сути своей, сегодня Британия, Франция, все остальные государства основополагающие, они занимаются проблемами Украины. Считаю, что только через Украину можно нанести поражение России. А по сути своей, вы посмотрите, весь мир абсолютно преобразился. И на сегодняшний день этот юг, он понял, что Запад капитальнейшим образом прогнулся. Он не занимается мировой политикой. Запад, я имею ввиду, это часть Европы. Именно та часть Европы, о которой мы сейчас говорим. И то, что благодаря этому именно глобальный юг сегодня расположен именно в сторону Российской Федерации, в сторону Китайской Народной Республики. Вы посмотрите, как Россия, она обеспечивает военную составляющую чуть ли не по всему миру. И заходы кораблей в Венесуэлу, и ракетоносцев, и то же самое на Кубе. Те же самые события, которые недавно происходили в КНДР, говорят о том, что Российская Федерация очень серьезно набирает глобальные обороты во всем мире. Ну, а Китайская Народная Республика, она действует очень осторожно. Очень осторожно, она вот как, я не знаю, как удавка, какой-то дракон, действия, проводя такую экономическую экспансию, потихонечку, потихонечку именно завоевывает свои позиции. Почему вот сегодня мы говорим, и очень часто все начинают говорить, Шанхайская Организация Сотрудничества и самое главное БРИКС. И каким образом их вдруг начинают противоставлять именно НАТО. То есть, по сути своей, БРИКС, это экономическая организация, в основе ложилась. Да, Шанхайская Организация, там мы говорили о безопасности, о других вопросах, но БРИКС становится мощнейшим государством, мощнейшим государством, которое готово решать любые вопросы. А давайте обратим внимание и на свежую цитату господина Борреля. В ЕС сожалеют, что на Украине гибнут люди, но продолжают поставлять оружие. Я знаю, как закончить войну. Если мы прекращаем поддерживать Украину, война быстро завершится, потому что Украина не может защищать себя без нашей поддержки. Ну вот, собственно, что требовалось доказать. На смену главному садоводу приходит другой садовод, Кая Калас, который вообще является, если можно так условно сказать, самым отмороженным русофобом. То есть, прибалтийские страны мы уже сегодня начинаем понимать, почему вошли именно после 97-го года все эти государства в состав Европейского Союза и НАТО. Нужны были государства, которые бы именно продвигали политику Соединенных Штатов в этой системе всего. И, конечно же, ни о каком мире говорить сегодня не будет. Потому что, ну, обратите внимание, кто сегодня говорит о мире? Сегодня говорит Россия о мире. Сегодня говорит Глобальный Юг о мире. Сегодня говорит Китай о мире. Даже Турция говорит. А что Турция? Сам Папа Римский и то говорит, у него есть свой план организовать. Но англосаксы ни слова о мире еще до сих пор не сказали. Андрей Петрович, в продолжении ваших слов. Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьером Британии Киром Стармером. И вот цитата, которую сказал Стармер Зеленскому. Как вы знаете, с самого начала произошла смена правительства, но не смена подхода. И это важно. И на встрече с британской стороной присутствовали также министр иностранных дел Дэвид Лэмми, министр обороны Джон Хилли, которые, кстати, еще весной посещали Украину в статусе теневых министров. Ну, вот видите, то есть уже эти кандидатуры были предопределены заранее. И оба, как и сам Стармер, уже приезжали в Украину после начала войны. А Хилли уже успел съездить в Одессу. То есть ключевое фокус, во фокусе внимания это Одесский порт и для Великобритании это крайне важная точка и борьба за Одессу еще предстоит. Андрей Викторович, согласны. И колоссальная контрабанда, которая связана с Одесским морским портом. Кто контролирует порт, тот контролирует контрабанду, а контрабанда там на миллиарды долларов идет. Поэтому поехал он кормушку проверять. Очень характерное заявление как раз о том, что да, кабинет поменялся, но все договоренности по распилу, они остались неизменными. Те деньги, которые заложены якобы на поддержку Украины, они будут должным образом, как договорились, распилены, потрачены и освоены. И Зеленскому тоже достанется. Потому что паника была связана именно с этим. Я более чем уверен, что его не особо-то волнует, сколько ракет, там комплексов Патриот или номенклатуры тех или иных изделий оборонного характера поступит на Украину. Его интересует, каким образом деньги будут распределены, даже еще не дойдя до линии фронта. Тотальная коррупция, рука руку моет. Но вы знаете, Андрей Викторович, я думаю, стоит и отметить, и обратить внимание на позицию Российской Федерации, потому как мы вспоминали о нанесении ударов ракетами Storm Shadow в углу территории Российской Федерации. Господин Песков высказал свою точку зрения и давайте услышим прямо сейчас. Это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации. Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры. Да, Андрей Викторович, какие могут быть соответствующие меры в данном? Вот самый лучший вопрос при этом. Какие могут быть соответствующие меры? Вот, если бы еще знать, что имел в виду Песков, когда произносил эту фразу, ну, очевидно, фразы не дежурные. Вот, но соответствующие меры касаются, ну, в первую очередь, ответных ударов. Вот, и удары эти должны быть не столько симметричные, сколько вот те самые удары по центрам принятия решений, о которых столько уже говорилось. Ну, у нас, правда, до сих пор Зеленский и ключевые фигуры его клики, они почему-то то ли неприкасаемые, то ли ракеты летят не туда, пролетая мимо каждый раз. Вот, то есть решение по нему не принимается. Ну, вот, и все время говорят о каких-то красных линиях. Но, возможно, если ракеты полетят на российскую территорию и не только в новые субъекты, которые вошли в состав Российской Федерации недавно, но и по другим субъектам, которые были до начала в составе Российской Федерации, до начала специальной военной операции, то, вполне возможно, придет время серьезно переговорить на языке силы вот как раз с теми людьми, которые сначала угрожали, а потом начали воплощать это на практике. Напоминаю, в эфире программа САСУ полномочен заявить. Говорим о кризисе западных элит. Продолжаем наше политическое путешествие. Сейчас мы отправляемся в Соединенные Штаты Америки. Худшие дебаты в истории США, так многие американские СМИ, обычные зрители охарактеризовали дискуссию Джо Байдена и Дональда Трампа. Напомним детали в нашем сюжете. Они не виделись четыре года и снова сошлись на политической арене лицом к лицу. Бывший лидер Штатов и действующий глава страны состязались в хитрости и красноречии в ходе главных дебатов последних лет. К событию было приковано пристальное внимание общественности, СМИ и политического сообщества. Согласно большинству оценок, встреча завершилась победой Трампа. Что же касается Байдена, его речь назвали «гвоздем в политический гроб». Первыми тревогу забили сторонники президентской партии. Демократы были обеспокоены таким выступлением своего псевдо-лидера и даже подумывали его сменить. Ряд экспертов уверены, уход Байдена в отставку неизбежен. Вопрос только во времени и позиционировании этого решения. Разговоры о том, как элегантно убрать Байдена с сохранением его репутации уже ведутся. Ведь в случае проигрыша все донорские деньги на президентскую кампанию будут потрачены впустую. Любопытно, что сам, пока еще действующий лидер, ситуацию оценивает позитивно. Байден и его семья всячески сопротивляются давлению. Не могу сказать, что это мое лучшее выступление, но с тех пор было много предположений. Что собирается делать Джо? Останется ли он в гонке? Сойдет ли он? Что он собирается делать? Ну вот мой ответ. Я буду участвовать и снова выиграю. Более 70% граждан больше не хотят, чтобы Байден баллотировался на новый срок. Большинство респондентов объясняют такое решение умственными способностями президента. Впрочем, это не самая свежая новость. Да и разговоры о возможной смене Байдена начались не после дебатов, а до. Еще в начале года поговаривали, что Джо не лучший кандидат. На скамейку запасных усадить хотели губернатора Калифорнии и даже Мишель Обаму. После встречи с Трампом рейтинги Байдена еще быстрее поползли вниз. Мы понимаем, что это была плохая ночь. И президент говорил об этом, и он это понимает. Но он продолжит делать то, что он делал последние 3,5 года. Он продолжит президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Каким будет исход, можно лишь предполагать. А вот с избирательной кампанией все куда яснее. Как всегда, выборы в Штатах сопряжены с грязным бельем кандидатов. Аналитики уже навекли предстоящие выборы в войну и судов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал избирательную кампанию в США печальным зрелищем. И важно отметить, хотя оба кандидата были далеки от идеала, значительная часть наблюдателей отмечает, что слабость нынешнего хозяина Белого дома была заметно сильнее. Прямо сейчас с нами на связи политический аналитик, американист Андрей Тележенко. Андрей, приветствую вас. Добрый день. Спасибо за приглашение. Очень приятно быть у вас в студии. Андрей, ну вот президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена подвергли разгромной критике даже СМИ, которые традиционно поддерживают демократическую партию. Я знаю, что многие жители Америки с некоторыми представителями политических кругов Америки вы общаетесь. Какие настроения прямо сейчас? Есть ли шанс заменить кандидата демократической партии? Замена кандидата у команды Трампа и демократического кандидата Байдена нежелательна. Они его побеждают и Дональд Трамп становится президентом. Но есть по той информации, которая гуляет инсайд и публичная, что хотят заменить все-таки Байдена, потому что понимают, что это крах будет демпартии. Проблема в том, что не на кого заменить. Есть кандидат Хамала Харрис, Силари Клинтон, есть Мишель Обама и губернатор Калифорнии Ньюзерн. Ну, это так. Как бы они между-между. Не все проходят. Мишель Обама нарисовали рейтинг, что она якобы побеждает, но она тоже не побеждает. Там есть свои нюансы. Андрей, подскажите, пожалуйста, не хочу, конечно, вваливаться в декламирование слухов, но все-таки поговаривают, что встреча Дональда Трампа и господина Орбана крайне выгодно украинской стороне, потому как взаимоотношения у нынешней киевской элиты с Дональдом Трампом отвратительные. И именно они во время визита Орбана в Киев попросили венгерского лидера поспособствовать налаживанию взаимоотношений между командой Зеленского и командой Трампа. Так ли это на ваш взгляд? Да, это команда Ермака, его группа влияния, которая продвигает международную политику, понимает ситуацию, которая может сложиться в Вашингтоне и понимает, какие проколы были в прошлый раз у них, когда они кинули команду Трампа по расследованию дела Фантера Байгена в Украине. Это раз. И они думают, что через премьер-министра Виктора Орбана они смогут достучаться до президента Дональда Трампа. Но я думаю, к сожалению, такого не будет или к счастью. Это раз. Потому что Дональда Трампа есть своя позиция по поводу Украины и киевского режима и делегативного Зеленского и вообще позиции по поводу действий режима Украины в этой прокси-войне против Российской Федерации. И они поддерживают сторону мира и они видят Зеленского не то, что даже клоуна, они видят человека, который угробил свою страну и с ним не про что говорить, потому что он человек полностью под контролем глубинного государства врагов Дональда Трампа, против которого он борется в Вашингтоне. Такая сейчас позиция. То, что Кирмак может заплатить режим Киева миллионы долларов за то, что провели какую-то ту или иную позицию и с них сберут деньги лоббисты, это факт. Но будет ли этот результат, я думаю, результата не будет. И позиция команды Трампа ясна. Есть там люди, которые в окружении его, все-таки с командой Помпео, которые продвинулись и влияют на то, что продолжение войны в Украине. Но этих людей в большинство и пока то, что я наблюдаю, они опасности в самой команде Трампа не представляют. И команда самого президента Дональда Трампа действует от его позиции. Как он скажет, дальше уже его помощники и вся компания выполняют его указания, а не наоборот, как это делается и компания. Андрей, оставайтесь пожалуйста с нами. Еще будет вопрос для вас, Андрей Викторович. Но вот часто слышим, что Трамп нам выгоден, хотя с другой стороны есть экспертная оценка того, что вот его лозунг Make America Great Again и его возможно дальнейшее налаживание взаимоотношений с Российской Федерацией будет не так уж происходить в более нежной и ласковой форме, как мы это себе представляем. Вот ваша оценка. Кто из кандидатов лучше для союзного государства? Ну, конечно, я. Или вы, если речь о кандидатах, потому что там выбирать нечего. Я скептически отношусь к Трампу как к политику. То есть нам выгоден не Трамп. Нам выгодны традиционные ценности, которым тяготеет часть его электората. вот это действительно те позиции, которые они разделяют, и мы тоже разделяем. И эти позиции могут служить при грамотно выстроенной политике точками сближения. Но сам Трамп в этом отношении это те самые грабли, на которые я бы очень не советовал наступать второй раз. Потому что мы помним первую канденцию Трампа. Мы помним две встречи, которые могли перевернуть мир, когда Трамп встречался с Владимиром Владимировичем лично. Это был Гамбург, это были Хельсинки. Более того, во время второй встречи они часто разговаривали тет-а-тет, с глазу на глаз. И кучи всего договорились. И Трамп об этом заявлял, кстати говоря, пока был в этих городах. Но затем, прилетев в Соединенные Штаты Америки, вот как только он ступил на взлетно-посадочную полосу, оказался на американской территории, он что в первый раз, что во второй раз, сразу же аннулировал все договоренности, которые были достигнуты. И в этом отношении вот давайте вспомним, как мы относились к Трампу на завершение его вот этой траектории. Вот там говорили все то же самое, что говорят сейчас про либералов и Байдена, о том, что Трамп, вот кто угодно лучше, только не Трамп. И сейчас это все подзабылось. Но хотя заявление его о том, что если бы я был президентом, война бы не началась на территории Украины, есть же в этом и доля правды? Доля правды в этом безусловно есть, но опять-таки важно понимать, является ли это заявление, насколько написано в конкретную конъюнктуру. Трампу выгодно сейчас щипать Байдена, указывать на его ошибки, потому что критикующий он всегда прав, он поднимается над тем, кто там эти ошибки совершил. Раз Байден поддерживает войну, Трамп его таким образом троллит, говоря о том, что да, война бы не началась. Неизвестно, началась бы она или нет, если бы на вторую каденцию пошел бы Трамп, потому что его, в общем, агрессивная политика и склонность к неким таким внешним эффектам, она вполне могла привести к тем же результатам, которым привели и Байдена. Видим рейтинг Байдена-Трампа на данный момент. Поддержка Дональда Трампа составляет 49%, Джо Байдена 43%. Если мы говорим о поисках пути к миру, можем ли мы их определенную взаимосвязь выстроить между результатами выборов и дальнейшим сценарием развития событий на Украине? Потому как уже неоднократно в многих телеэфирах не только в нашей программе, но и на других и на российских телеканалах слышали такую позицию, что со сменой лидеров в Соединенных Штатах Америки и будет определенный толчок в поисках диалога. Давайте все-таки скажем честно. Все эти выборы и особенно теледебаты, которые мы видели, это прежде всего шоу. Нормальное американское шоу, где выступали два. Один президент стар, второй суперстар. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. И если посмотреть на Байдена, да, Байден выглядел несколько более слабым, выглядел несколько более-менее физически подготовленным, где-то более усталым. Но все-таки давайте посмотрим глубину одного и второго кандидата. Да, они оба, не те, которые бы хотелось видеть, двух таких выдающихся людей, молодых, там на уровне где-то уровня Макрона или еще кого-то, там, или Барделаи и же с ними. Мы видим, есть то, что есть. Надо сказать, что именно глубина подхода у Байдена была гораздо глубже. Чем занимался Трамп на протяжении всех дебатов? Он говорил о внутренних каких-то проблемах узконаправленных, причем в сторону иммиграционной политики, да, и дальше они там, в принципе, в перепалке, кто из них больше там маменькин сынок или еще кто-то. Ну, это было объективно так. Да, Байден часто терял нить. Можно сказать, но у Байдена была нить. А нить у Трампа абсолютно не прослеживалась. Байден затронул все вопросы, причем не только потому, что ему предлагали спикеры говорить об этом, а он и говорил и о внутренней, и о внешней политике, причем широтой ее взглядов именно демократов и на то, что творится в Украине, то, что творится на Ближнем Востоке, какие проблемы с Китаем и так далее и тому подобное. То есть, если подойти к этому, то 33% тех людей, которые сказали, да, Байден выглядел лучше, ну, они так это увидели. Честно, и я это так увидел, понимаете, как это есть. А то, что средства массовой информации. за республиканцев в этой студии только я и Андрей. А давайте сейчас посмотрим, как готовились эти дебаты. По всем телеканалам уже заранее говорили, что Байо, что Трамп обязательно на этих дебатах победит, что и случилось. Ну, давайте сейчас пройдет время. Следующие, которые будут проходить, по-моему, в сентябре, дебаты, где они уже будут в качестве как раз уже претендентов. Это все будет разыграно несколько по-другому. Потому что и за Трампом, и за Байденом стоят люди, которые называются республиканцами и демократами. И причем у демократов вот эта скамейка запасных значительно шире, которые готовы выйти. То есть и про те же рейтинги. Ладно, там Камела Харрисон, которая не показала себя вице-президент, но она есть у него. А мы можем вспомнить, кто же это такие люди, выдающие услу Трампа? И чем они себя проявили? Нет. Он даже за то время не сформировал нормально свой кабинет, давайте скажем. Но при этом успел наложить все санкции, которые только возможны, на Российскую Федерацию. Если мы говорим та же самая Мишель Обама, у которой рейтинги, между прочим, почему-то растут. Но я думаю, что Соединенные Штаты не допустят развала своей империи. А именно к этому идет Трамп. Поэтому не зря там пытаются и различными уголовными делами его привязать к этому и другими какими-то подходами связанными. В конце концов, есть вариант и физического устранения в том числе. Не будем о физическом устранении не призывания перезачивания. Я согласен с коллегой. На дебатах на этих первых они принюхивались друг к другу. Они искали болевые точки. Причем уколы касались лично каких-то вещей. Кто поплывет? И Байден в этом отношении тестировал Трампа не хуже, чем Трамп Байдена. На этом будем двигаться к завершению нашей программы. Андрей, я убеждена, что вам есть что сказать, отреагировать на реплики у наших уважаемых гостей в студии. И скажите, пожалуйста, как вы считаете, я думаю, вы с представителями команды Трампа хорошо знакомы, есть ли желание у Трампа идти до конца и поквитаться за уголовное преследование, фальсификацию выборов в 2020 году, да и вообще за Украин-гейт так называемый или Буризма-гейт. То, что у Трампа сейчас есть позиция по поводу Украины и она будет воздерживаться такая, какая она есть, Зеленский в эту форму не заходит. Это раз. Режим Зеленского, который, если не увидел, что происходит в Украине, а за Трампом не стоит республиканца. Как раз Трамп стоит за республиканцами, теми адекватные, мега-групп. Если у республиканца есть мега, это те, которые мега-мега-грейт это две разные партии, можно так сказать. И одна партия, которая республиканца хочет войны и продолжение правоправития с Российской Федерацией на территории Украины и использовать Украину. А другая часть хочет прекратить это все, потому что понимая, что это придет к третьей мировой войне и эскалации этого конфликта, придет к ядерной войне, которая уничтожит все человечество. И люди хотят жить, у людей есть деньги, люди хотят развивать свою экономику внутреннюю. И с начала того, что там проблемы есть в Америке. Вот на что акцентирует Трамп, а по Байдену, я думаю, он потом и пройдется, и по Зеленскому пройдется, и будет правда скрыта. Я думаю, Соединенные Штаты Америки, что же происходило в Украине за администрацией Байдена. Я на это очень надеюсь. Человек, который был под санкциями, которые есть под санкциями США сегодня и режима Зеленского. Я надеюсь, что правда все-таки будет восторжествовать, и мы увидим мир между Украиной, Россией и адекватное правительство в Украине, которое откажется от НАТО и откажется от предотвращения в западный, как говорится, так и в плане мир англсаксов, извращенный, а движется назад в стране СНГ, и будет развитие экономики и человечества. Андрей, я обещана, что так и будет. Правда, на нашей стороне это главное, в этом важно не забывать. Признательна вам за участие в программе. Рассчитываю на ваше участие в дальнейшем. Ну что ж, хочу еще обсудить турне господина Орбана. Яркие кадры после поездки Орбана в Российскую Федерацию. После этого был и Пекин, и встреча с господином Эрдоганом, встреча с Трампом предстоит. Андрей Викторович, яркий политический шаг. Как вы считаете, насколько можем мы предполагать, что он увенчается успехом? Ну, я думаю, что увенчается успехом, ну, хотя бы потому, что Орбан проезжал мимо моего дома, когда прилетел в Москву. Вы ему передали звукоморсный сигнал. Как же не может такая миссия увенчаться чем-то иным? Но вообще говоря, мы видим Орбана с некой новой стороны. Он перешел наступление. То есть, до этого он дистанционно эпатировал, а здесь он фактически перетянул на себя вот ту роль, которую ранее во всех подобного рода ситуациях играл Реджеп Таиб Эрдоган, который был профессиональным медиатором, который влезал в любые споры и научился получать дивиденды с этого. Для Орбана это роль, ну, по всей видимости, новая, но он очень энергичен. И мы видим, что Орбан стал таким мостиком интересным. То он просто придерживался взвешенной позиции и поэтому бойкотировал целый ряд решений, направленных на разжигание конфликта на Украине. А теперь он стал еще и одним из создателей вот этой архитектуры новых международных отношений. Очень интересно. Я думаю, что это очень перспективно. Ну что ж, Андрей Петрович, будем двигаться к завершению программы, поэтому финальное слово предоставляю вам. Ну я уже скажу тогда про Орбана. Финал пока у нас красивой передачи, потому что мы видим, Орбан идет вперед. И хотелось бы сказать, что знаете, обязательно в Европе есть какое-то светлое пятно. Вот раньше это был, например, Шальдеголь. Сегодня Франция, конечно, не блещет такими именами, к сожалению, хотя французы всегда были близки очень к нам, прежде всего к белорусам, к русским и так далее. Но сегодня появился свой Шальдеголь, это Венгрия. То есть это прежде всего, конечно же, Орбан, это, конечно же, и его кабинет министров, который есть, и надо отметить того же самого министра иностранных дел Сеярта, который тоже поддерживает политику, премьер-министра Венгрии. Ну, что хочется сказать? Я считаю, я даже думаю и уверен, что ограничат возможности Орбана сегодня в Евросоюзе. И, скорее всего, предложат вопросы, связанные с тем, что он не от имени Евросоюза выступал. И то, что он сегодня председательствует в течение первого этого полугода, да, полугода, скорее всего, просто сейчас поступят, а может быть, уже поступили какие-то ограничения, связанные с тем, его возможностями именно по вот такой миротворческой позиции, которая вообще не вписывается никоим образом сегодня в те тенденции, которые именно пропагандируют Запад и куда этот Запад идет. Поэтому, я думаю, что ждут огромные проблемы, конечно же, будут и в плане санкций, наложенных на самого непосредственно Орбана. Я думаю, что сегодня Орбан действительно, Орбан, а в том числе и Раджейт Эвердоган тоже столкнется именно с проблемами того, что они будут для Запада уже чужими. И это нужно понимать, и это немаловажно. Мы говорили, выгодно нам, что нам выгодно, что нам не выгодно. Нам точно не выгодно усиление Запада. И то, что сегодня именно Запад начинает прогибаться, то, что он сегодня не является таким монолитным, которым был раньше, это очень положительно для нас. И значит, то, что делает Путин, то, что делает Сен-Зенпинь и то, что делает Лукашенко, очень правильно. Успеха им в этой работе. Спасибо огромное. На этом ставим точку. В завершении нашей масштабной и любопытной дискуссии хотелось бы привести одно высказывание о выборах президента США в 1980 году. По этому поводу газетный обозреватель Морт Сал написал. Рейган выиграл выборы, потому что его противником был Джимми Картер. Если бы Рейган баллотировался без противника, он проиграл бы. И в этом смысле американский политический процесс весьма цикличен, но мы продолжим за ним следить и обсуждать в следующих выпусках моей программы, но убеждена, скучно точно не будет. Спасибо. Это была программа САСу полномочен заявить. Курс западных элит пользуется все меньшей поддержкой граждан западных стран.